К концу дня увидите, что вы попадаете в совершенно чудесный мир, абсолютно чудесный, и не уверен, что сегодня, скорее завтра, вам станут намного более понятны, но очень многие события, которые происходят в живых организмах и не могут происходить в неживых. Итак, наша сегодняшняя тема – белки. С белками мы будем долго водить. В прошлый раз мы жиры с вами смотрели, и жиры нам нужно было в первую очередь для того, чтобы смотреть фосфолипиды, потому что из фосфолипидов мембрана клеточная построенная. Сегодня мы начинаем возьмем белками. У нас уже было с вами определение полимерами. Какие вещества в химии называются полимерами. Кто помнит, не заглядывая, повторяйте. Полимеры – это крупная молекула, полимеры всегда здоровые, если не сказать здоровущие, состоящие из повторяющихся атомарных группировок. И повторяющиеся группировки, как будут называться, которые повторяются… Монодекал. Моно… Не, не, не. Радикал – это группировка с свободной валютностью. Да? Мономер. А вот составные части полимера будут называться мономеры. Мономеры. В скобочках – мономеры. Состоящие из повторяющихся атомарных группировок в скобочках – мономеры. Ну и какой классический полимер мы уже с вами смотрели? Полиэтилен. 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 Там какая группировка повторяется все время? СССР. 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 Совершенно верно. Вот такие полимеры, у которых все группировки совершенно одинаковые. Берем вот эту длиннющую цепь, да? И неважно, какое звено взяли, они все будут одинаковыми. Такие полимеры будут называться регулярные полимеры. Полиэтилен – типичный пример регулярного полимера. Бусы, представляете себе? Бусины нанизаны нанизаны. А теперь скажите, обязательно ли в сверху бусы все бусы спрога одинаковые? Нет. Они могут немножко отличаться? Да. Да. Но участок, при помощи которого они нанизаны на ниточку. Может ли отличаться в области? Нет. А вот этот участок обязательно у всех сходный. Вот такие полимеры, у которых часть мономера абсолютно сходна с соседями, а другая часть может немножечко отличаться, будут называться нерегулярные. Ваша задача будет определить, я нарисовал регулярный или нерегулярный полимер. Вот эти регулярные? Нерегулярные. Нерегулярные. Есть ли у всех этих значков какая-нибудь спадающая часть? Есть. Есть. Вот это общие части, они совершенно одинаковые у всех значков. А вот эти? Нет. А вот эти могут отличаться. Типичный вариант нерегулярного полимера. Белки. Это естественные нерегулярные полимеры, мономерные которых могут являться двадцать различных, двадцать различных аминокислот. Как вы увидите чуть позже, с этим определением не все так просто. Мы будем еще к нему возвращаться. Но пока этого определения нам вполне достаточно. И для того, чтобы хоть немножечко понять, что за вещества эти белки и какие они свойственные обладают, надо для начала забраться именно с аминокислотами. Известно сейчас ученым больше сотни разных аминокислот. Но все ли они могут входить в состав белка? Смотрите на определения. Вообще-то известно больше всего. Не все. Только двадцать. Только двадцать. Иногда в такой популярной литературе эти аминокислоты называют волшебное двадцать. А куда она взялась, волшебная двадцатка, будет понятно вам не сейчас, а позже, когда разберем ДНК и генетический код. Дело в том, что генетический код умеет записывать именно эти двадцать разных аминокислот. А остальное он просто не умеет записывать. В результате нельзя составить программу для сборки аминокислот, если они какие-то другие, не входят в двадцатку. А вот если они входят в двадцатку, то можно составить файл, где будет записано, как собирать из этих аминокислот. Идея понятна? На самом деле их намного больше. Но состав белков только двадцать. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, как устроена сама молекула аминокислотами. Поначалу может показаться очень сложной, навороченной, хотя структура очень простая и много из них из этой структуры. Вы уже знаете. Вот четыре вариантности углеров. Что на них сидит? На одной вариантности сидит группа, которую вы уже знаете. Что это за группа? Название группа. Карбаксин. Если этот углерод подсоединен к карбаксин, какие свойства будет обязательно иметь молеку? Кислотная. Это водородный ход соединяется. Концентрация водорода в растворе возрастает. Вот эту группу мы с вами на самом деле упоминали. Аминогруппа. Амин. Это у нас карбаксин. Так вот. Амин – это органическое основание. То есть в присутствии амина концентрация протонов в растворе будет возрастать или уменьшаться? Если концентрация протонов возрастает, то нарастают какие свойства – кислоты или основная? Какие вещества называются кислоты? В химии. Компенсионные, которые выделяют ем на водород. Именно так, ем на водород. Повышают концентрацию ем на водород. Какие вещества называются основаниями? Те, которые вынижают концентрацию. Концентрацию йон-водорода в окружающем расходе. Так вот, они, это органическое основание, то есть в его присутствии концентрация йон-водорода будет возрастать или понижаться? Понижаться. 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 То есть смотрите, как интересно. Прямо в одной молекуле вмонтированы группировки с противоположными свойствами. Вот у этой группировки не числотные свойства, а у этой основной. Теперь, остальные две валентности. Ну, это же это просто здоровье. Здесь висит просто здоровье. А вот это. А вот на этой валентности может висеть переменная группировка. Помните, мы говорили, что известно более сотни разных аминных свойств. Если они разные, значит, должна у них быть часть, которая отличается от соседа. Да. Вот как раз на этой валентности и будет висеть та группировка, которая будет отличать одно аминных свойств от другой. В общем, название такой группировки, как мы с вами говорили, радикал. Группа, имеющая свободную валентность, чтобы к кому-то подсоединиться. Итак. Вот она, общая схема аминокислот. Контрольные вопросы. Скажите, пожалуйста, часть молекулы, изображенная синим, будет встречаться абсолютно у всех аминокислот и будет совершенно одинаково. Или у каждого типа аминокислот свой радикал. Часть молекулы, изображенная белым, будет ли встречаться у всех аминокислот или будет различаться? Все будет различаться. Абсолютно у всех одинаково. И называется она будет общая часть аминокислот. И эта часть молекулы совершенно одинаково. Что может быть, что может являться радикалом? Ну, запоминая все радикалы аминокислот, у нас с вами нет никакой необходимости. Важно помнить, что они разные. Но в качестве примера есть аминокислота, у которой в качестве радикала он просто сидит по дороге. Ничего интересного, но здесь еще и не надо. Как она называется? Что? Ребята, давайте вот как говорим. Вам и так на каждом занятии в голову падает дикое количество нового материала. Поэтому я вам рекомендовал не засорить себе голову всяким мусором. Вот это для вас название конкретно аминокислот. Сейчас информация избыточная. Господь с ним и с названиями. Вы на этом уровне хотя бы как следует усвоите общую структуру. Вот когда разберетесь, тогда родим. Ну, предположите, знакомых вам группировок, что еще можно сюда посадить в качестве радикала? ОАШ. ОАШ. Честно говоря, не знаю, есть ли какая-либо аминокислота, то еще и можно. Скорее всего, есть, но сейчас так же в двухниках. А вот эта группа для вас знакома? Помните, эта группа стояла в конце цепей наполеотиления, CH3. Когда надо замкнуть какую-нибудь цепь, обычно эта группа остается. Вот такая есть, а не будет слабая. Их много разных. Иди заходи. Сейчас нас состав радикалов пока не интересует. Выписываю здесь на счет радикалов. И эту достойку. Хорошо. Так вот, важнейшим свойством аминокислот будет следующее. Дело в том, что все на свете кислоты, неважно какие они, органические или неорганические, чтобы эту реакцию со всеми основаниями. Ну, давайте типичный пример. Берем кислоту АШО. Как называется такая эксплота? Соляная эксплота. И основание натрий-КОАШ. Это сильная щелочь. Называется естинатр. Хорошо. Как по вашему, что будет являться результатом такой реакции? Образование какой соли? Да. Натрий-КОАШ. 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 Конечно. Реакция нейтрализация. Какую бы кислоту не взяли, она обязательно будет с любым основанием вступать в реакцию. Подумаем, в аминокислоте, вот это кислотная брокеровка, а вот это основная брокеровка, по идее они должны вступить в реакцию или не должны? Должны. А почему же тогда не происходит такая штука? Прямо внутри молекулы. Взяли две брокеровки, соединились, вступили в реакцию. Если как можно дальше друг от друга, чтобы не вступили в реакцию. Ага, то есть здесь, в верхом на углероде, сидит гаишник, который отгоняет. Отойди, отойди в сторону, а то вступишь в реакцию. Ребята, отвыкайте от такого объяснения. В естественных науках никогда не работают объяснения для того, чтобы. Никакой цели у естественных процессов нет. Понятие цели – это то, что придумал человек. У нашей с вами деятельности цель консистенции. А вот у естественных процессов никакой цели не бывает. Так что объяснение типа для того, чтобы, забывайте, стирать пластиком. Не работает. Может потому что там получается ем водород будет положительный, не там будет положительный, а он будет отталкиваться? Да даже не в ем водородов дело. Электронное облако, вот у группировки есть? Да. А вот у этих облаков, в смысле у этих связей, это ведь стиральная электронная пара, да? Помните, как мы говорили, как ведут себя электронные облака? На примере пи-облаков у кислорода. Вот они пересеклись в пространстве под прямым углом, да? А дальше будут точно удерживать эту прямую углу или нет? Будут покачиваться? Нет, они вот так покачиваются. Но могут ли они вот так? Нет, слишком израстет сила отталкивания. Но что будет, если мы вот эти связи начнем вот так разворачиваться? Они будут отталкиваться. Конечно. Понятно, почему внутри молекулы ничего не произойдет. Но то, что эти связи покачиваются, а они реально покачиваются, будет иметь очень большое значение. А теперь посмотрим, а что произойдет, если в растворе встретятся две такие молекулы? Смотрим. Они соединяются. Там все-все. Кто догадался, что это будет? Вода. Ага. Вот это он, группа, берем водородку. Так, стоп, ребят. Я допустил идиотскую, но очень тяжелую ошибку. Сейчас, секунду. Да. Обязательно исправить. Пожалуйста? Обязательно, да, конечно. Пожалуйста. Обязательно исправить. Что произойдет, если у молекулы встали вот в такую композицию? Вот это он, группа, отменит один из водородов. Итак, один из водородов, один. Какая маляква взорвалась? Аж 2. Аж 2. И выделилась. Осталась НH. Теперь смотрим. У азота осталось неиспаренное электронное облако, на котором кислород висел. Что произойдет? Они серьезно. Занкнется связь. Связь замкнется между углеродом карбоксила и азотом аминобруха. Эта связь настолько важна, что имеет имя собственную. Пептидная связь. В своей химической природе это ковалентная связь. Очень слабополярная. Разница в рейтроцентре сайта между азотом и углеродом незначительна. Событие настолько важное, что давайте запишем, что имеется в виду. Итак. Пептидная связь замыкается между азотом аминобруха и углеродом карбоксила. Хорошо. Вот такая молекула, которая состоит из двух аминокислот. Будет называться дипептид. Двойной пептид. Теперь вопрос. А можно ли сюда пришить третье аминокислот? Для этого как ее надо развернуть? К дипептиду. В любой стране, только не аж-группы, как группа называется в целом. У нее название есть, имя. Карбоксил. Карбоксил. Так что здесь эта аж-группа входит в состав вот этой группировки. Карбоксил. Именно карбоксил в целом имеет слотное значение. Вот если мы развернули карбоксилон, то да, третья аминокислота превратилась. С этой стороны можно пришить еще одну аминокислоту. Только как надо аминоксилон развернуть? Аминокислот. Так. Если развернули аминокислот, туда можно пришить следующий шаг. Вопрос. Какую длинную ленту можно получить? Какую длинную ленту можно получить? Любой. Любой. В естественных белках. Но это на самом деле достаточно дурацкое число. Типа средней температуры по больнице. Но тем не менее считают, что у среднего белка беремена такой ленты порядка двухсот аминокислот. При этом известны белки, где там пара тысяч аминокислот. Зашибы белки. Не маленькие. Известны белки, где всего там пятьдесят шестьдесят аминокислот. Это самое весное, самое маленькое. При этом в клетках есть и более короткие цепочки. Вот просто сшито аминокислоты. Допустим, два штука, или полтора десятка. В этом случае слово белок не используется. Такую очень коротенькую цепочку из аминокислот будут называть просто пептик или полипептик. То есть белок не просто лентой из аминокислот, а достаточно длинная лента. Ну, длиннее пятидесяти-шестидесяти участников. Если короче, то корректно используется другое название. Пептик. Понятно? Понятно. Ну, а сейчас посмотрим, какие же свой слой из клеток окажутся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и что это за такой удар? Это объединение уже в каминный кислот? Да. Как проще всего присчитать, сколько каминный кислот здесь объединен? Присчитать, сколько я знала. Ардиталы считайте. Раз, два, три, четыре, пять. Пять аминокислот. Кто может дойти к доске и красным мяуком выделить пептидную смесь? Раз. Дальше это будет вот это. Два. Так. Все. Все держим, задайте решено. Вот пептидная смесь, которая шире этот кусочек ленточки из разных аминокислот. Отлично. Значит, в дальнейшем мы часто как будем делать? Сколько бы я не продолжал эту ленточку. Так? Ставайте, что радикалы я вот так с синей, чем вы делаете. В белой части молекулы хоть что-нибудь меняться будет? Нет. А обязательно ли все эти радикалы одинаковые? Нет. Нет, только не обязательно. А в естественных белках они завидно разные. В разной очередности, с разной частотой, будут стоять разные радикалы. Поэтому, сейчас мы будем как рисовать? Просто линию ленточку, из которой торчат радикалы. Ленточка это что? А вот это вот эта объединенная общая часть. В ней всегда все одинаковое. А теперь давайте посмотрим, как устроена эта лента. Если лептики попадают в голову, то тут же начинается. А начинается следующая история. Значит, вот эта связь с ОООО, это то, что осталось от корпоративов. Вот эта суть, да? Как по-вашему, она совсем не полярная? Слава полярная. Она слава полярная. Разница в лето-разрицательности между логовыми и свородными существует. При этом их здесь два клубка. Значит, полюса убоились. Значит, здесь все-таки минус 10. Да? Хорошо. А вот эта связь между водородом и азотом. Совсем не полярная? Или полярная? Да, не очень сильно, но полярная. Все-таки разница между азотом и водородом достаточно большая. Между полюсов мы видим. Чуделевеньким. При этом на кислороде каждый раз возникает какой заряд? Плюс или минус? Минус. Местный минус. Отлично. А на втором? Плюс. А на втором местный плюс. Два раз. Вы именно на кислородом просматриваете. Два. Спасибо. Промазывал. Отлично. Это очень хорошо, когда вы меня управляете. Да? Потому что это показывает, что вы разобрались. Очень хорошо. Отлично. А теперь давайте думать. А еще по идее, что можно было ожидать? Что вот этот кислород притянется к этому водороду. В заряд второй раз. Но фокус здесь лопатчет. Доска плоская. А молекулы ведь висят в объеме. Вот этот кислород торчит вон туда, в глубину доски. А этот водород торчит вот сюда. Класс. Могут ли они притянуться друг к другу? Нет. Не, не выйдет. Для этого надо слишком сильно разворачивать электронные облака. Не притянутся. Но теперь. Вот эти связи, которые ленту в длину соединяют. Они все жесткие, неподвижные или умеют вот так немножко качаться? Не качаться. Умеют качаться. Молекула в воде. Водные диполии из-за температурного движения. Ее помнят? Да. Постоянно вырезаются водные диполии. Под разными углами, с разной силой. Как себя поведет эта лента? Под действием ударов. Которые при температурном движении возникают. Она начинает развиваться, как дракон. То есть на самом деле эта лента не висит в растворе. Вот так вот, в качестве ниточки. Она все время извивается. Извивается она строго определенным образом или случайным? Случайным. Случайным. Температурное движение на исходящем характере. А вот теперь внимание. Может ли она под действием температурных сил случайно изогнуться так, что вот эта вот структура, так, окажется в районе вот этого вот дорожка? Взять его так изогнуться. Может. Да, может. А может ли она изогнуться вот так, что этот кислород окажется в районе этого дорожка? Не, не выйдет. Смотрите, в этом случае надо сгибать молекулу, вот каждую связь, точку перегиба, под слишком большим углом. Электронные облака, вот вы пробуете их вот так сблизить, они сошлись слишком близко и оттолкнулись. Так что на самом деле связь между вот этими кислородами и вот этими водородами может замыкаться только через три аминокислоты на четвертую. Вот в этом случае, конечно, что связи между участниками достаточно. Вот даже в уголок тут суммировался, так согнули, чтобы очередь, а очередь вот что. Раз, даже вот так. Вот Андрей Паркова-Малекул, но вот этот кислород оказался против вот этого удара. Притянутся? Да. Как называются вот такие связи, возникающие между участками Малекулы, несущие местную зарядку? Название было. Третий тип связи, последний, последний учебник. У меня не так сходите. Нет, 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 нет. Водородная связи. При полярной ковалентной возникает все равно общий электронный облака. Хорошо, водородная. Образовалась. А дальше, ну и дальше. А дальше вот за этим кислородом вот этот водород стоит? Да. Ага. А дальше по ленте. За этим водородом кислород еще стоит? Что произойдет? А нет. Ага. Смотри, что началось. Это все загнется. Лента стала сматываться в угол. Первая водородная связь, вторая водородная связь. А дальше? А дальше следующий кислород стоит? Да. А там дальше по ленте водород есть? Да. Ага. Первая водородная связь, вторая, третья. Так далее. Так далее. Только помните, что кислород торчит вон туда, а водород торчит сюда. Да. Будут ли эти витки, ну, вот так вот, в плоскости этой доски находиться или нет? Нет. Нет. В том-то и дело. Начала строиться объемная спираль. Вот такая же. По какой причине витки этой спирали не распрямляются? Смотри, мы пружины включили. Это пружины. Почему витки пружины не распрямляются? А каждый виток прошит четырьмя водородными связями. Это водородные связи возникли в метках с кислородами из остатка карбатсила и водородами из остатка фамилии. Понятно? Получили вот такую объемную спираль, пружину. Из каждого витка на улицу что будет торчать? Радикалов. Сколько радикалов будет торчать с каждого витка? Четыре. Ведь замыкание идет через трюк четвертую. В результате на каждом витке четыре радикала. И такая же. И такая же до самого конца. Конструкция немножечко напоминает ёвшу для матьяло кубок. В центре идет проволочное основание, а наружу торчат вот их щетинки. Только в данной конструкции наружу не щетинки торчат, а что? Радикалов. Радикалов, которые могут быть разными. Вот эта конструкция, которая сейчас изображена на доске, будет называться вторичная структура белка. Но если это уже вторичная, то, вероятно, где-то была первичная. Вот она, первичная структура белка. Определение. Первичная структура белка. Первичная структура белка. Это линейная структура. Линейная структура, скрепленная какими свежьями? Почему не разваливается? Водородные. Ну, ну, водородные. Пептидные. Пептидные. Апептидные свежи слабополежно-ковалентные. Очень мощные свежья. Скрепленная пептидными свежьями, включающая строго определенную последовательность аминно-кислов. Еще раз. Легко-чайший угольницы первичной и металличной структуры. Увидите, на самом деле белков с голенькой первичной структурой не бывают никогда. Как минимум они вот так свернутся в водном растворе. Почему каждый белок обязательно будет иметь вторичную структуру? Обратите внимание, вторичная структура замыкается между участниками общих частей или артекалов. А общие части есть во всех одних словах. Можно ли построить долок, у которого не было вторичную структуру? Нельзя. Вот эта белая часть, она же абсолютно необходима для всех долков. Если уж долок, то вот эта лента есть обязательно. Опустили его в воду, все. Свернулся в пружину. Вторичная структура. Она линейная или объемная? Объемная. Итак, объемная структура, возникающая за счет каких связей? Ковалентных или водородных? Водородных. За счет водородных связей. Между какими участками аминокислот? Между радикалами или между общими частями? За счет водородных связей между общими частями остатков аминокислот. Понятно, почему грамотно писать остатков аминокислот? Вот это целая аминокислота или еще остатков? Остатков, ведь мы же здесь водород сняли, а здесь водород сняли, да? Поэтому грамотно в составе пептида говорить про остатков аминокислот. Хорошо. Так вот, вот этот вариант, самый распространенный, будет называться альпоспираль. Первый вариант вторичной структуры альпоспираль. Альпоспираль. Пока приведем пример альпоспирального белка. Благо, вы все его знаете. Альпоспиральным является белок, из которого у вас построены волосы, ногти и внешний слой кожи. Ну, это кто-то знает. Кератин. О, это же химическое название. В бытовом смысле его часто называют белок рогового вещества. Именно это вещество и называют родовое вещество. Ну, а химическое название – кератин. Кератин. Вот кератин – альпоспиральный белок. По своим химическим свойствам. Ну, надо сказать, что кератин не просто химически пассивный, а чертовски химически пассивный. Нужна уж какая-нибудь могучая кислота, чтобы вызвать экисление кератина. Выдерживает воздействие даже сконцентрированных щелочек. Не реагирует вообще почти ни с чем. То есть очень химически пассивный. По физическим свойствам. Пластиночку из кератина, если мы попробуем исследовать его свойства, выяснить, что его грубость примерно такая же, как грубость у инструментальной стали. Если вы сделали для арбалета лучок из пластинки инструментальной стали, с каким усилием можно пустить стрелу из такого арбалета? Материн. Разумеется, потому что при снятии нагрузки инструментальная сталь будет восстанавливать форму, возвращая все усилия, которые вы приложили. Абсолютно так. Типичный пример. Чистыми кератинными образованиями является китовый ус. Вот эти пластины, которые у усатых китов, свершиваются с него. Поэтому догадайтесь, в течение, ну, начиная от геолита, от нового каменного века, кончая средневековым, китовый ус, на какие боевые цели шел? Абалет. Конечно, на кладке и, соответственно, усилителя для лука. Лишним нолью, рыбким клеем, приклеивалась такая пластина к основанию лука. Такие луки уже получали название непростое, а наборные луки. В результате эластичность и силы лука возрастало в несколько раз.